Привет, друзья! Рада вас видеть! Сегодняшний ролик будет о покупках одежды с летних распродаж. Не могу с вами не поделиться. Если интересно, оставайтесь. Хочется начать с нарядов простых и повседневных. И, кстати, да, такое редко бывает, но этим летом я была в полной, просто полнейшей гармонии с мейнстримом, с концепцией 70-х, с концепцией хиппи. Я вообще думаю, что должна была родиться, типа, в 50-е где-то в Америке, для того, чтобы к моменту своего совершеннолетия застать в первозданном виде культуру битников и культуру хиппи. Мне всё это очень импонирует, поэтому, конечно же, было сделано несколько покупок, как мне кажется, тематических. Например, вот такая адаптация базового тёмно-синего оттенка Топ из Зары. Он из абсолютно синтетического шифона, но имеет натуральную хлопковую основу, поэтому невероятно комфортный. Я очень часто в нём была и на работе, и на отдыхе. Он очень приятный к телу, в нём не холодно и не жарко, когда было слишком жарко, потому что он расклешённый. И с огромным количеством вещей сочетается, здорово гармонирует, но чаще всего я его носила с расклешёнными тёмно-синими джинсами и с ремешком цвета какого-нибудь бежевого или вот такого коричневого. Очень эту вещь полюбила, без сомнения, одна из моих самых любимых в прошедшем летнем сезоне. И ещё один наряд, как мне кажется, тоже из этой же истории с 70-х. Сарафан с достаточно глубоким провокационным, может быть, даже декольте, и с не менее провокационным разрезом до середины бедра. Но вот это история про сексуальность, хотя я не так часто делаю акцент в нарядах на этом. Я ощущаю себя в нём настоящей, я ощущаю себя в нём шикарной, и в который раз прихожу к выводу, что если вы хотите выглядеть шикарно, то одежду вы должны носить как можно более простую. Здесь всё предельно просто, это очень просто в приготовлении, и это не мнётся. В связи с этим можно сидеть где-то в машине, потом в баре, а потом потанцевать. Когда вы встанете, ваш наряд снова будет в первозданном виде, и в нём комфортно двигаться, несмотря на то, что здесь есть такие достаточно глубокие вырезы. Я, кстати, думаю, что если у вас грудь где-нибудь до второго размера, то именно таким образом её можно подчеркнуть так, чтобы не выглядеть вульгарно. Это моё мнение, но у меня это уже не первый наряд с подобного рода декольте. Короче, я влюбилась в это платье ещё в июне, но решила подождать какой-нибудь акции распродажи, и приобрела его в конце июля, наверное, с 70% скидкой. В середине лета я была приглашена на свадьбу, и к этому мероприятию выбрала платьишко вот такое. Светлое, короткое и с расклешёнными рукавами, тоже, мне кажется, в ретро-силуэте, и при этом абсолютно самодостаточное, на мой вкус вообще никаких аксессуаров не требует. Я его носила просто на высоком каблуке бежевыми туфлями, кстати, после свадьбы тоже она меня часто выручала летними вечерами, оказалось, что для города оно более чем применимо. И к этой же тусовке ещё одно платье, потому что свадьбу мы два дня отмечали, как это часто бывает. Вот это я привезла из Испании, оно шёлковое и на подкладе, и не очень дёшево у меня обошлось, но я вам абсолютно точно скажу, это реплика на Dolce & Gabbana, как там лохматая очень давно, много времени назад коллекция Dolce представляла вот такие платья. И тогда мне его очень хотелось. И сейчас, когда я его встретила, поняла, что это реплика, я решила, что это не за шквар какой-то будет, а я его себе куплю и просто, наконец, буду счастлива. Немножко растерялась, потому что было представлено в двух цветах, в чёрном и в молочно-бежевом, таком тоже очень красивом, с чёрными крупными горохами. Здесь моя тема абсолютно, заниженная талия и такие оборки, но всё-таки чёрный цвет стройнит, я устроила в Инстаграме опрос, мы коллективными усилиями решили, что стоит взять чёрное, и да, оно стало моим, я, конечно, безумно рада, хотя расцветка такая неоднозначная. Вот такое тоже есть, полностью в кадр, к сожалению, не влезет, поэтому только верхняя часть. Это данимовый цвет, хлопковый комбинезон, нашла его в Love Republic, и он купился совершенно случайно, меня просто пригласили на день рождения, я что-то прогуливалась по торговому центру, думаю, может быть, имеет смысл взять что-то новое. И вот его я нашла за полторы тысячи рублей, и окей, но первая цена была типа четыре с половиной, друзья, я была бы откровенно недовольна качеством его исполнения за четыре с половиной тысячи, при всём моём уважении к Love Republic. Полюбила я его за вышивку на груди, и здесь такая перфорация, вот как раз она и была недостаточно аккуратно сделана, но я всё подстригла маленькими ножничками, и в целом всё здорово, мне очень понравилось, как этот комбинезон выглядит на моей фигуре. Последним в этой тряпочной истории будет снова, кстати, комбинезон, но этот уже пляжный, с шортами, такой немножко мультяшный, яркий, радостный, вообще не свойственный для меня принт, но именно этим он меня и заманил. И, к сожалению, не удалось мне его ещё поносить, но надеюсь, что скоро поеду в отпуск, обязательно возьму его с собой. Смотрите, как здорово здесь сделана спинка, всего на двух пуговках, абсолютно открытая, мне кажется, что в этом будет очень здорово и просторно, и приятно ходить, обдуваемая морскими, а лучше океаническими ветрами. Встретила его в концепт-клаб, и обошёлся он мне всего 700 рублей. И немножко обувного покажу, я в этот раз, к сожалению, может, и к счастью, пропустила распродажу в Центро, но у нас есть такое матино или матино обувь, это, ну, типа, как Центро, тоже не очень дорогое, точнее, совсем дешёвое. И там тоже иногда встречаются какие-нибудь интересные модели, в этот раз это были вот такие классические босоножки, да, наверное, лодочки в бежевом оттенке, и это не кожа, конечно, это дермантин, я не хочу сказать, что он какой-то супер приятный, но приемлемый и на ноге смотрится неплохо, хотя при ближайшем рассмотрении, конечно, видно, что это не кожа, здесь сочетаются две текстуры, матовая и глянцевая такая лаковая, симпатичные бантики. Мне нравится, что такую модель обуви можно носить как с классическими нарядами в офис, так и с сарафанами, может быть, какими-то, или с платьями, кстати, в последний раз надевала их вместе вот с этим платьем вечером в ресторан, а потом мы ещё полночи гуляли по ночной Москве, и, как выяснилось, здесь невероятно удобный каблук, у меня к каблукам очень высокие требования, хотя здесь, наверное, сантиметров 5 или 6, но он вообще суперкомфортно мне было. За свои 499 рублей это 100% попадание, ставлю лайк. Из этого же магазина шлёпанцы максимально нейтральные, как мне кажется, подойдут к огромному количеству вещей. За 299 рублей большего и желать не приходится, здесь даже подъем регулируется с помощью резиночки и ещё с какой-то претензией на оригинальность модели, очень клёвые, мне понравились. В окончании сюжета мои самые любимые нереальные плетёные лаптеподобные слиперы, это, наверное, называется, феноменально просто удобные, я их с конца июня носила и с платьями, и с юбками, и с джинсами, но они серьёзно сочетаются почти со всем, что есть в моём гардеробе. Нашла их в Сеслей, тысячи за 4 всего, здесь, кстати, внутри натуральная кожа, и они суперудобные, серьёзные, я ни капельки этих денег не пожалела, и модель, мне кажется, очень оригинальная, я её нахожу. Даже вот эти пряжки с каменьями, я не думаю, что это слишком, но представляете, они в чёрном металле, который полинял, как вы можете видеть, на соломку, и я не знаю, что с этим делать, но это смотрится уже что-то не очень, и так мне не нравится, и я постараюсь что-нибудь предпринять, потому что очень хочется, чтобы остались они со мной ещё хотя бы на один сезон. Вот такой получился ролик, друзья, я надеюсь, что вам было интересно, и напишите мне, пожалуйста, понравилось вам что-то из увиденного сегодня или нет. Кстати, скоро будет видео о покупках к осени, вам желаю замечательного дня, отличного настроения, и до новых встреч. Пока!